Подавит ли криптовалюта как раз таки фиатные деньги в ближайшие годы? Однозначно да. Однозначно да. И что такое криптовалюта? Во-первых, их огромное количество. Я уже об этом говорил не один раз. И у нас были программы. Одна программа, правда, была, потом отказалась выступать. Это, которую я пригласил к выступлению. По своим причинам. Но придется мне это договорить. Хотя я не люблю беседовать с кем-то. Но дело в том, что это единственный вариант. Это называется еще раз технология блокчейн. Потому что это первый вариант. В 2009 году появилась первая монета криптовалюты, которая называется биткоин. И вот это, то есть, никто не знает, кто за этим стоит. То есть, один человек или группа людей, скорее всего. Ну, какая-то очень серьезная сила, которая под названием Сантоши Никамото, по-моему. Такое название было выбрано. Нет такого человека в природе. Ну, вот так и назвалась эта монета. Это биткоин, это технология, основанная на вот этих вот, ну, вот, допустим, да, значит, вот эти звенья, они собираются в цепочку. И на выходе получается продукт. И это первая попытка выйти из централизации, допустим, какой-то централизации и банков. То есть, что такое вообще цифровая валюта или, так сказать, криптовалюта? Это дополнительная, будем так говорить, опять же, альтернативная. Мы сейчас говорим только об альтернативных вещах. Под категорией электронных денег. То есть, она не выпускается никакими центральными банками и не подтверждена никакой национальной валютой. То есть, криптовалюта, которая появилась еще раз в 2009 году. И вот это биткоин, то есть, это разновидность цифровой валюты, основной схемой эмиссии, которая является, это я читаю в данном случае, доказательства выполненной работы. Ну, и тут есть разные варианты. Это криптовалюты. Но криптовалюты очень схожи с золотом, потому что за бычей каждой, вот, скажем, монеткой, вот этой валюты, становится добывать все дешевле. Золото, к примеру, да, оно истощается, там, скажем так. Ну, нашли, потом становится меньше, правильно? С каждым становится все меньше. И вот вычисление числа, почему она криптовалюта, да? Два слова, крипто и валюта. Крипто – это зашифрованная цепочка, потому что проследить ее нельзя. И она выпускается не централизованно, ни банками, никакими, ни государством. Она выпускается группой людей или компаний. Вот это интересно. То есть сегодня люди не хотят, чтобы их контролировали. Сегодня люди не хотят быть… Опять же, почему я стал заниматься биржей? А потому что, ну, не хочу я быть под контролем. Где мне мой эмплойер или работодатель платит… Еще раз, есть же формула. 10% получает любой эмплойи, работник 10% от выполнения его труда. Если он получает 100 тысяч долларов, значит, его работодатель получает миллион, понимаете, от его труда. И так с каждым человеком. Это формула такая. Так вот, стали люди хотеть быть независимыми, понимаете. Вот когда-то был такой Герман Стерлигов, да, был у них первый русский миллионер, я просто много знаю, читал, который основал, кстати, первую российскую, не российскую, советскую биржу. Вот. У него был самолет, личный был самолет, который был только у Брежнева в то время. И у него был самолет, понимаете. То есть, это человек очень и очень изаурядный. Таким же неизаурядным человеком был, сейчас можно поставить много дизлайтов, Мавроди, который, ну, это необычный человек, который создал схему зарабатывания денег. Вопрос, на чем было основано, это мы не разбираем. Правильно, неправильно, кошерно, некошерно, там, технологично, не технологично, не имеет значения. Это неординарное мышление. Я не понимаю, как вот у нас, я вообще не понимаю, я ушел, допустим, будучи ведущим на радио на трех станциях, я ушел со всех трех станций. Потому что мне надоело, слушай, 30 лет соленые огурчики и колбаска, которую надо покупать постолька-то, которая продается в этих магазинах со скидкой. Ну, просто смех. Один, 30 лет этой ерундой занимаются. То есть, никто понятия не имеет, как, если заниматься маркетингом, то заниматься надо совсем по-другому. Совсем по-другому. Новое мышление должно быть у людей, осталось все по-старому. То же самое относится к деньгам. Забьют и напрочь. Фиат-мания, чтобы кто не знает, что такое фиат-мания, значит, я могу сказать. Значит, фиат-мания – это деньги, которые называются долларом, которые называются рубль, там, песо, там, песо и так далее. Вот называется фиат-мания, которую мы привыкли. Этих денег не будет. Сегодня уже существует во всех странах существует цифровая валюта. Она еще неофициальная, в некоторых уже официальная, неофициальная, но она существует. Стейбл коин или стейбл доллар уже сегодня есть. Для этого делается сегодня. Я вчера беседовал с адвокатом. Очень известный адвокат у нас в Чикаго. Мы беседовали, я у него спросил, как ваше мнение насчет криптовалюты. Он говорит, еще неизвестно, когда это дойдет. То есть, что сегодня надо делать? Я не знаю, будет это у нас или не будет, но я лично воспользовался услугами человека, который мне это объяснил. И есть сегодня криптокошельки. Мы об этом говорили. Что такое криптокошелек? Вот, к примеру, тоже об этом я рассказывал, и не раз. К примеру, произойдет сейчас обмен. Сколько раз было дефолт? Сколько раз было дефолт? В 2008, насколько я помню, был дефолт. Когда все сгорело. Я помню, при мне, я собираюсь уезжать, а у меня аппликации, книги, деньги, сберегательные касси. Помню, это было 3%. И эти аппликации 3% займа выделили. И они сгорели. То есть люди всю жизнь копили, и все деньги пропали. Сколько раз это было в нашей памяти? Много. И будет еще раз. Вы думаете, что будет? Почему? Потому что вот там вот эти вот ребята хотят, как всегда, поимеют, простите, слэмп, нас. Ну вот и все. Поэтому наступит момент, когда будет первая деноминация. Дальше элементарно просто. Смотрите, кому нужны вот эти маски? Они скажут. Мы же берем деньги в картины. А деньги разносчики заразы. Поэтому отменяем деньги. Все будет цифровым. Ну логично, правильно? Все. И все мгновенно кинуться менять. И всем, как всегда, денег не хватит. Но не хватит денег, просто не успеют поменять, как это было в Индии. Я мог сказать, у меня были тысячи долларовые эти их деньги, были руки, да, тысячи долларов, тысяча рубин. Банкно-то были, да. И в какой-то момент сказали, мы их отменяем. У вас есть время поменять. Тысячу и пятьсот. Вот. Какое? И дали, знаете, сколько? То ли три дня, то ли три месяца, то ли три недели, я не помню. Короче, поменяло, сколько в Индии народу. Представляете? Больше, чем в Китае, кстати. Вот. И поменяло, ну, считается, процентов двадцать пять поменяло. Семьдесят пять процентов, все сгорело. И у меня в том числе. Понимаете? Ну, я же не буду. Куда я поеду? В Индии? Ткнуться туда-туда. Вы думаете, не будет это в России? Будет. Вы думаете, не будет это в США? Будет. Поэтому разумно озаботиться сейчас, кто это знает, невероятное количество нюансов, невероятное количество. У нас, к сожалению, этого нет. Все рассматриваются очень просто. Давайте мы сейчас откроем денежные потоки на нас. Манна небесная начнет падать. С неба начнет падать. Цирк. А кто-нибудь произносит ом гам ганапаная намаха? Кто-нибудь произносит мантру? А кто-нибудь произносит вообще? Кто-нибудь слышал такое? У нас молитвы только есть. Кто-нибудь слышал? Мантру. Это засекреченная мантра. Кубери. Была. Сейчас она открыта. Так это же надо... Какая эзотерика? Детский сад. Это слово эзотерика. А это же соединение с высшими силами. Правильно? Это называется... Это называется... В фигурке это называется морти. Это не просто оловянный салат, который где-то кто-то играет. Это морти, это энергия. Кто-нибудь это знает? Единицы, к сожалению. Поэтому прежде чем куда-то проходить, прежде чем чему-то учиться. И как зарабатывать деньги, надо знать, кто мы есть. Насколько мы к этому готовы. В итоге всего. Но здесь поле не паханное. То есть, тем более, потенциал просто невероятный. Поэтому деньги эти рано или поздно выйдут из потребления. Более того, мы же видим, Илон Маск купил на полтора биллиона миллиарда долларов криптовалют. Ну, полтора миллиарда для... Илон Маск, может быть, это не так много, вообще-то говоря. Вот. И каждая монетка имеет за собой идет технологию. Вы представляете, технологию. Вот в этом весь все дело. В этом ключ. То есть, сегодня никто не знает. Я технический аналитик. Я иду от уровня к уровню. Вот есть понятие суппорта, резистка. Или линия сопротивления, линия поддержки, допустим. Вот. Ну, вот. Здесь пол, здесь пол. А здесь второй этаж, пол. Провалимся. Куда мы полетим? Сюда. И здесь мы отскочим. Вот все. Просто ничего не надо так бы знать, по идее. Вот сегодня, вот только на этих трех уроках, человек получил 35% в течение, ну, буквально, там, двух недель. 35%. А нам на эти сколько платят? У нас срединая уроков платят 0,2. 0,2. 0,2 от ваших денег, которые выкладываете в банк. Ну, 5, ну, 7 когда-то. Среди процентов. Здесь там можно получить. Поэтому, если мы знаем, о чем идет речь, если мы знаем какие-то уровни, где, то я лично, у меня открыты все компьютеры, и у меня криптовалюта не имеет выходных, что самое интересное. Ее добывают, майнинг называется майнинг, ее добывают в течение всего времени. Это зависит от электроэнергии, всего лишь употребляемой. И она трейдится и субботы, и воскресенье, и так далее, и так далее. И каждый день, каждый какой-то там периодический часов, я показываю на этих графиках, куда мы должны прийти, и мы туда приходим. Ну, и получаем бедичины, разумеется. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok